В Белгороде реализуется региональный проект навстречу комплексу ГТО. В нем участвуют три дошкольных учреждения областного центра. Сегодня в 69-м детском саду воспитанники сдавали нормативы первой ступени. Анастасия Матухно познакомилась с маленькими рекордсменами. Сегодня дошкольники сдавали бег на 30 метров, метание мяча в цель, прыжок в длину с места, наклон вперед и нормативы по сгибанию-разгибанию рук. Самой сильной из всех воспитанников оказалась Даша Солодовникова. Она смогла отжаться 60 раз при норме 11 для девочек. Я очень люблю участвовать в спортивных соревнованиях. Больше всего люблю заниматься танцами, акробатиками, лыжами, коньками, чтобы быть сильной, спортивной. В сдаче норм ГТО участвовали старшие группы детского сада. Каждый из 29 юных спортсменов предварительно прошел медицинскую комиссию, а также специальную подготовку. С учетом возраста инструкторы по физической культуре разработали особый комплекс. Нашими педагогами была проведена очень большая длительная работа по подготовке детей, как морально, так и физически к этим нормативам. Был проведен цикл бесед с детьми. Они говорили о спортсменах как Белгородской области, так и России, и всего мира в принципе. То есть дети с энтузиазмом участвуют в этих соревнованиях. Дошкольники выполняли нормативы, соответствующие первой ступени комплекса. Они рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 8 лет. Все участники показали очень хорошие результаты. Я сегодня сдавал нормы ГТО и победил во двух спортах. Это по сгибанию руки и по гибкости. Я обожаю заниматься футболом. У меня в детском саду по две тренировки и одна дополнительная в спортаке. Я занимаюсь бальными танцами уже в спорте высших достижений и фигурном катании. Я сегодня поставила рекорд по бегу для меня. Спортом должен заниматься, чтобы была стройная фигура, чтобы люди заболели. На общем построении назвали имена самых сильных, самых быстрых и самых гибких воспитанников. Региональный проект навстречу комплексу ГТО реализуется с 2016 года. В Белгороде его поддерживают в трех дошкольных учреждениях – детских садах номер 14, 56 и 69. Проект предполагает подготовку дошкольников в игровой форме к сдаче норм ГТО в будущем. Анастасия Матухной, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.